Сталинский ампир, северный речной вокзал города Москвы. Реконструируется несколько лет. Медленно реконструируется. Всем привет, с вами МШ и Серж. И сегодня мы недалеко от этого речного вокзала хотим посетить одно интересное и, как всегда, обаянное местечко под названием «Сторожевой корабль по имени Дружный». Это видео было смонтировано год назад, и я его уже готов был выложить, но случилась одна маленькая неприятность, о которой вы прекрасно знаете. «Чудо-следователь Светочка», изъяв у меня материалы дела, уволокла с собой в том числе и готовый проект. Очень крупно связло в том, что этот проект я сорендерил для предварительного просмотра на ошибки буквально за несколько часов до изъятия техники, сохранив у себя на телефоне его. Таким образом, достав его обратно на компьютер, я его отсмотрел, внес некоторые изменения, некоторые коррективы, и предлагаю этот ролик к просмотру. Надеюсь, вам понравится. Погнали! Уважаемые друзья, при создании этого ролика я потратил очень много времени на поиск информации. Дело в том, что я силен в железнодорожной тематике, я силен в ядерной тематике, я силен в энергетике. Но я практически ничего не знаю о ВМФ, военно-морском флоте, я ничего не знаю о кораблях. Поэтому мне пришлось прочесть много литературы для того, чтобы разобраться, что есть что. Я все еще остаюсь дилетантом, но на данный момент я, конечно, уже немножечко больше соображаю. Это не отменяет того, что в видео могут быть какие-то неточности, и если вы их подметите, я буду очень благодарен, если вы это откомментируете, я постараюсь нести дополнение хотя бы в виде аннотаций. Во время поиска информации я старался искать тех людей, которые служили непосредственно на этом корабле, а также просто ВМФ для того, чтобы они мне дали техническое разъяснение некоторым непонятным моментам, а также выяснили некоторые нюансы, касаемые истории этого корабля. Основная проблема заключалась в том, что практически все эти люди уже в возрасте и не пользуются так активно соцсетями, как мы с вами. Тем не менее, с некоторыми мне удалось связаться, и я хочу выразить им отдельную благодарность. Специально зачитаю, чтобы ничего не попутать. От себя лично, ну и от вас, как зрителей, благодарных моих зрителей, я выражаю благодарность. Планшетисту дальней воздушной обстановки стражевого корабля «Сверепый» Евгению Воробьеву. Командиру группы обитаемости трюмного дивизиона «БЧ-5», тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», капитану лейтенанта запаса «Бухтееву Никите Андреевичу». Радиометристу «БИП» стражевого корабля «Дружный» Сергею Шепелеву. Кочегару малого парового котла, боевого противоводочного корабля «Славный» Владимиру Нечаеву. Спасибо вам большое. А теперь мы изучим историю корабля и осмотрим его изнутри. Сторожевой корабль является своеобразным морским чопом, который охраняет более крупные суда, конвои, подходы к морским базам, государственную границу и другие места, а так со стороны подводных лодок, торпедных катеров и авиации противника. Только в отличие от некоторых доблестных охранников, стражевые корабли, естественно, не спят. Сторожевые корабли иногда называют еще большими противоводочными кораблями – БПК. Но, как правило, БПК большего водоизмещения. Впрочем, не будем угубляться. История стражевых кораблей стянется еще с Первой мировой войны, когда только-только появившиеся подводные лодки уже начали немало досаждать противнику. При этом отвлекать более крупные корабли типа эсминцев на их уничтожение было проблематично, ввиду небольшого количества этих самых эсминцев и стоящих перед ними более серьезных задач. Вот тогда-то в Великобритании и был разработан класс более маленьких судов, которые в Российской империи назвали сторожевыми кораблями, или сокращенно СКР. Первые СКР под проектным названием «Коршун» были заложены в 1914 году, то есть еще даже до Советского Союза. За прошедшее столетие сменилось немало проектов сторожевых кораблей, ну а нам конкретно интересен проект 1135 под кодовым названием «Бревесник». СКР этого проекта обеспечены полным набором вооружений для отражения атак с воздуха, с воды и из-под воды. Это и противоводочные ракеты-торпеды, и реактивные бомбометы, и зенитно-ракетные комплексы, и обычные торпеды, и артиллерийские установки, и комплексы постановки помех, и многое другое. Подробнее о стоящем на корабле вооружении я расскажу по ходу видео. По этому проекту построен 21 корабль, один из которых под названием «Дружный мы и посетим сегодня». Изготовлен он на судостроительном заводе «Янтарь». Кстати, привет, Калининград! Я у вас там был, у вас классно, и завод «Янтарь» находится как раз у вас. Корабль заложен на стапеле завода 12 октября 1973 года, а спустя чуть более года, 22 января 1975, уже спущен на воду. В сентябре 1975 вступил в строй и был включен в состав дважды краснознаменного Балтийского флота. За время службы корабль побывал в портах Швеции, Германии, Финляндии, Тунисе, Испании, Норвегии, Польше. Участвовал в оперативно-командных штабных учениях «Атлантика-80» и «Атлантика-84». С 1988 по 1992 год прошел капремонт у себя в бывшей колыбели на заводе «Янтарь». Сменив флаг на «Андреевский», в 1993 году эскайр «Дружный» вышел на боевое дежурство в Средиземное море. Также «Дружный» участвовал в различных учениях и парадах. Например, в 1995 году был на параде в Санкт-Петербурге в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. В 1998 году был с визитом в Германию. Есть информация, что в 1994 году «Дружный» участвовал в совместных учениях с ВМС стран НАТО «Кооператив-94». Но в архивах НАТО эту информацию у меня не получилось подтвердить. В любом случае, что до развала Советского Союза, что после его развала в смутные 90-е, жизнь корабля была очень активной. Наступил 2003 год, когда корабль был списан. И тут начинается чисто российская тематика. По цене металлолома его выкупили частные лица, которые решили из «Дружного» сделать развлекательный центр с казино и музеем. Его снова перегнали на завод «Янтарь». И по ранее подготовленному проекту под названием «Музейно-культурно-развлекательный комплекс 754» с корабля была снята все военно-секретное – двигатели и различная судовая механика, демонтированные переборки. Судно максимально облегчили. После этого его отбуксировали в Москву. К слову сказать, процесс буксировки был довольно сложный в техническом плане, так как корабль предназначен для моря. Некоторые этапы проводки по водным путям, например, по шлюзам Волкобалтийского водного пути, были, что называется, впритык. Но благодаря мастерству капитанов-буксиров, СКР «Дружный» 10 ноября 2003 года без эксцессов оказался на Химкинском водохранилище. Пришвартовали его у причалах водокомбината. Местом окончательной установки планировалась Фрунзенская набережная, рядом с Андреевским мостом в центре Москвы. Дальнейшая история – вообще темный лес. Точной хронологии мне до сих пор не ясна. В 2006 году был опубликован закон, регулирующий деятельность казино. Он должен был вступить в действие в 2009 году. По этому закону было определено 4 игровых зоны, в которые Москва не входила. В итоге компании-владельцу судна стало невыгодно реализацией проекта, и в 2010 году судно выставили на продажу снова по цене металлолома. Есть еще одна версия, рассказанная мне одним из моряков. Я ее ничем подтвердить не могу, но мало ли кто в курсе у меня из зрителей и сможет что-то дополнить в комментариях. Эта версия гласит о том, что корабль купила щита предпринимателей, глава которой погиб, и жена его не захотела заниматься этим кораблем. Этим можно, в принципе, объяснить тот простой, который был с 2003 года по 2006 год, когда был опубликован тот самый закон о казино. Когда я готовил этот текст, во мне еще теплилась слабая надежда, что власти Москвы озаботятся судьбой Дружного, и из него все-таки сделают музей. Но, увы, перед окончательной версткой текста, который я сейчас вам пересказываю, пришла информация о том, что Дружный начали резать на металлолом. Последний маршрут морского гиганта, легендарный сторожевой корабль «Дружный», решено отправить на металлолом. Музейные работники, краеведы и просто неравнодушные москвичи просят остановить демонтаж, но работы в Северном речном порту продолжаются. Сейчас мы можем наблюдать, как его безжалостно пилят на металл. Вот, совершенно грубо, неаккуратно. И очень обидно, что цена металлолома для хозяев важнее его исторической и культурной ценности. И вот она реалия. Боевой корабль, побывавший во множестве стран, стоявший на защите нашей Родины. Из него хотели сделать казино, а в итоге распилили. Правильно, зачем нам музей? О повышении уровня патриотического воспитания мы можем поговорить весело с экрана телевизора. А музей, он же не выгоден, он тебя не быстро окупит. С другой стороны, для боевого корабля может быть газовый резак даже лучше, нежели чем участь стать казино. Сейчас я шел, и на заднем плане говорили, парни, парни, это нам ЧОП сказал, что снимать здесь нельзя. И об этом гласит вот эта вот табличка, поэтому я не снимаю. Да, простите, пожалуйста. На самом деле, очень красивый вокзал, очень красивое архитектурное строение. Кто не знает, кто не москвич, кто не изучал, или москвичи, которые не в курсе, вот эта звезда, которая была снята со Спасской башни Московского Кремля, имеет свойство опускаться вниз и подниматься наверх. Сделано было для того, чтобы обозначить окончание или начало навигации. Вот такие дела. Ну ладно, не это нам сейчас интересно. Мы сейчас идем к кораблю, который находится где-то там. Выброса на лед – это отдельная эпопея. Не особо ничего такого экстрадитарного. Забор и спуститься с пирсика вниз. Давай, товарищ инвалид, спускайся. У меня с коленом проблемы. Так, сейчас. Давай, Сереж, ты должен это сделать. Немного. Так, все больные, хромые, кортавые, блин, и ползают по объектам. А что сделал ты? Давай, дядюшка Андрей. Давай. У, туда вниз. Все выполняют наказ табличек, запрещающих не выходить на лед. И никто не выходит на лед. Мы обходим зданием Роскового вокзала подаль. Мы что обходим? Да, и никто не может нам запретить здесь снимать. В общем, у нас небольшой импровизированный ледовый поход. Все же радуются. Нагая вот... Жарко. На улице минус три. Да, у меня сзади осталось здание речного вокзала. Мы чешем мимо энного количества судов. Ветер хорил. Мы шпарим. Все ок. Час пути, и мы наконец-то подходим к этому кораблю. Вот он с тыла. Сейчас обойдем его с носа, посмотрим, и полезем на него. Длина корабля 122 метра, ширина 14 метров. Это я запомнил. Корабль выведен из состава военно-морского флота в 2003 году. Соответственно, на данный момент прошло 12 лет. Сгода выведения. Ну и ясен пень, он довольно сильно-таки подушатан. Вон там, кстати, кто-то ходит, бродит. Так что местный баянчик. Но как же нам не заценить сие? Конечно, это всего-навсего сторожевой корабль. Это там не какой-нибудь авианесущий крейсер. Но тем не менее, он велик. Он большой. Как всегда, сравнение размеров объекта на фоне МШ. Сравнение с МШ. Там дальше ледок такой опасный, поэтому я поближе подходить не буду. Ну вот. Вот так вот. МШ маленький. Ну что ж, товарищи. Теперь нам надо попасть на борт этого корабля. Для этого мы воспользуемся тросом, который кто-то добрый свесил вниз. И надо по нему будет залезть. В общем, нам сейчас сюда. Естественно, все оказалось не так просто. Ползти по металлическому, чуть распушенному тросу было нереально. А имеющихся выступов на борту корабля было явно недостаточно. Потому пришлось заходить с другой стороны, рискуя быть запаленным мечопом. Зато там забраться значительно проще. Ну, прохуй сюда. Теперь калкой. Пожай. Нима. Мы на корабле. Экология наше всем. Предлагаю вам и мне заодно тоже начать изучение этого корабля. От кормы и к носу, который я вам уже показывал. Тинт-тинт-тинт. Крабик, крабик, крабик. Корабельное орудие. Опять крабик. Моя точка. То в Гродно на гопников напоришься, то здесь, в Москве. Вот так выглядят механизмы. Сурово, но уже несколько давно не крашено. Немножко съемок с моей GoPro. Так как моей Panasonic здесь будет ничего не видно. Все-таки у GoPro более широкий угол. Итак, нагромождение различных железяк, различных механизмов, ответственных за перезаряжение орудия. То есть за подачу боеприпасов. Ну и естественно за наводку. То есть за изменение высоты положения орудия. Вся эта махина мало того, что может вращаться там на какое-то количество градусов, так она еще может вверх и вниз. И все это скомпилировано вот в этом небольшом таком пространстве. Грубо говоря, метра 4 на 4, там на 5. 5 на 5 даже. И в общем, на самом деле полная жесть и трэш. То есть соображать в этом всем, конечно, нужно уметь. Большое количество различных рычагов. Некоторые из них даже приводятся в движение. Вот, можно что-то повращать. Естественно, на что оно влияет? А без понятия. Это может быть стопоры какие-то, еще что-то. Я, естественно, не служил, не понимаю. О, я понял, как она вращается. Смотри, надо ручку на себя дать. И тогда ты можешь... Давай я открою. Сделай сейчас. Что? Да кручу. Ничего нет? Нет, ручки не вращаются. Нет, не делай. Ручки не вращаются. Ну ладно, не получилось нам. Перевести положение пушки. Москва-Сити будет стоять на месте. Вот такие вот дела, ребята. Можно немножечко поизгаляться прямо в центре Москвы. Прямо с... Ну не в центре Москвы, немножко на окраине. Прямо с боевыми всякими орудиями. Кстати, в сторожевых кораблях проекта 1153 73-го года выпуска были предусмотрены специально такие вот постаминтики под камеры Panasonic. Это очень приятно. Это орудие называется АК-726. Оно является спаренной, то есть двухорудийной корабельной артиллерийской установкой калибра 76,2 мм. Дальность ее стрельбы до 15 км. Скорострельность порядка 100 выстрелов в минуту. Стволы ведут огонь одновременно. Вертикальные углы наведения варьируются от минус 10 до плюс 85 градусов. Броня у башни имеет толщину 5 мм. А обслуживает АК-726 расчет из 9 человек. Естественно, от сложного и дорогостоящего оборудования, содержащего цветные и драгоценные металлы, остались лишь рожки-доножки. Что неудивительно, зная, в какой стране мы живем. Блин, мы не сможем зашизоваться изнутри. Да, чуть-чуть, немножко поломано. Потому что здесь все сломалось. Штурвал, эксцентрики. В принципе, обычный затворчик. Кстати, как выразился Серж, это у нас немножко эротики. Такие сиси. А тут вообще пирсинг какой-то сделан. В общем, это вентиляция на самом-то деле. То есть с обратной стороны вон видно решетки. Можно было там затраяться, провентилироваться и так далее. А может быть защититься от газов каких-нибудь нехороших. Надпись гласит «Тамбур номер 34». Рядом находится еще одна дверь. Надпись на ней, наверное, вряд ли нам у нас различить. Да, потому что она уже закрашена. Но, в общем, собственно говоря, нам нужно в этот «Тамбур». О, кстати, какая-то пневматическая система. Видимо, датчик. А, да это манометр, наверное. Манометр самую малость болеет, поэтому ничего с ним уже не сделаешь. Странно, что латунные его детали никто не сдал. Как выразился кто-то из моих подписчиков, некоторые из видео МШ путеводители для бомжей, где и как можно найти цветные металлы. Я представляю бомжи, смотрящие на Ютубе МШ. Итак, мы зашли в «Тамбур номер 34» и оказались внутри этого сторожевого корабля. Собственно, здесь видно, что что-то здесь не то. Видимо, как раз производили вырезание внутренних стенок, переборок с целью дальнейшего возведения то ли музея, то ли не пойми чего. Для корабля такие стойки явно не характерны, так как усилия, которые возникают при движении в море, явно будут намного больше. И просто этот корабль немножко подраздавит, наверное, я уж не знаю. Одно из вещей, которое прямо ожидаешь найти в корабле, это швейная машинка. Обрати внимание, сделано в Германии. Мэйденгерман. Мэйденгерман, даже по названию видно. Над нами прошли какие-то шаги, ну и да ладно, пофиг с ними. Механизм машинки. Рядом валяются старые, видимо, лампы. Плафонное освещение. Провода, все сбито. Печаль, уныние. А еще более ниже идет через люк. Вот такая вот лестница. Пока туда не лезем. Времянка, которая здесь кинута, просто поражает тем качеством. Скрутка просто высшего разряда. И как-то даже не хочется проверять. Да ты что, главное раздельно все? Значит, только мне ударит. Все. Главное, что не замкнет. Вот, вот. Следы перепланировки видны везде. Кто-то считал в столбик. Молодцы, тренирует ум. Зачем нам калькулятор? На полу сделаны деревянные настилы. Местами. Иллюминаторы, освещение. Видно, что периодически встречаются такие вот новотелы. Но как-то оно все немножко хаотично. И, в общем, свернули это тело и забили на него большой и толстый. Мы дошли до носовой части. Больше вам ничего не показывал, так как реально ничего интересного. Сейчас спустимся в самый низ. А я смотрю, что там у нас сейчас аж на целых два пролета мы можем спуститься. Посмотримся, посмотрим, что там находится. Спустившись на эти два пролета, видели еще один лючок? Еще ниже можно спуститься. Замечательно. Было видно, что затоплено. Лезем. Морское дикерс. Подводное. Чем ниже, тем леновее. Меня сдавливает. Спустившись вниз, оказываюсь в очень маленьком помещении. Ну, относительно маленьком, шириной метра два. И вот так вот по нисходящей, сужающейся к носу. Все, дальше там тупик. Это, видимо, напоминание для тех моряков, которые окажутся здесь, какими сигналами, ну, типа морозянки, передавать, что происходит здесь. Покинуть отсек три раза по три коротких. Затапливать отсек четыре раза по два коротких. Пожар на объекте ряд коротких, шесть коротких точнее. По осему мы поднялись на уровень выше и прогуливаемся сейчас по кораблю от носовой части к кормовой. Как-то немножко неприятно здесь ходить, в том числе, что снизу все вырезано. И на что она тут опирается, абсолютно непонятно. Надпись гласит «Корма 47 Шапе». Шапе – это что? Шлюпок каких-нибудь? Скорее всего, Шапе расшифровывается как «Шпангоут». Это поперечный элемент жесткости корпуса корабля. Соответственно, дверь «47 Шапе» можно расшифровать как дверь у «47 Шпангоута». В общем, Серж теперь с фонарем. Благо у меня второй фонарик оказался. Теперь мы можем более спокойно ходить. Он меня не откликает постоянно, что я свалился. Вот самое дно. Вообще самое-самое дно. Ага. Сразу видно, что здесь, конечно, не кисло затапливалось. И снова шлюзы. То есть по уму, и это вполне понятно, весь корабль, как и подлодная лодка, он делится на отсеки, чтобы можно было предотвратить возгорание, локализовать очаг, ликвидировать его и затопить. И затопление, если будет какая-то пробоина, чтобы одна дыра не уничтожила весь корабль. Но товарищи, которые хотели сделать здесь ресторацию, казино или музей, вообще непонятно, что они хотели сделать. Рассудили по-своему, потому что в казинах не нужно создание таких перегородок. Вот эта деревянная конструкция меня немножечко умиляет. Да, там немножечко литка виднеется внизу. Плютоним. Где-нибудь к июле оттает. Опять времянка тянута. Лампочки. Одна конченная, а одна довольно-таки целая. 200 ватт, 230 вольт. Кому надо, заходите. Постоянно везде нужно смотреть под ноги, чтобы не ухнуть куда-нибудь вниз. Скорее всего, вниз-то, может, и не ухнешь, но что-нибудь поломать или как минимум сильно ошибиться спокойно-таки можно. То торчит что-нибудь, то наоборот, не торчит. Пришли мы вот, ребята, с вами оттуда. Здесь вот виднеется такой характерный проход, который заканчивается что-то типа воротами. Видны гидравлические приводы, остатки, точнее, от них. То есть вся эта мандула должна была распахиваться. И что через нее производилось, то ли загрузка боекомплекта, то ли еще чего-нибудь, здесь я сейчас вам пока сказать не могу. Дома, вдумчиво погуглив, я нашел ответ на этот вопрос. Как оказалось, эти подъемные ворота служили для выпуска за борт буксируемой гидроакустической станции или сокращенно ГАЗ. Она является, по сути, радаром, работающим в звуковом диапазоне. Посылая звуковой импульс, ГАЗ потом ловит его отражение и таким образом способен обнаружить подводную лодку противника, пытающуюся скрытно подобраться к кораблю. Ее антенна может опускаться на глубину 200 метров. Это позволило увеличить дальность обнаружения иностранных субмарин до 40 километров, то есть в 4 раза. В создании этой станции принял участие молодой конструктор Владимир Юхнин, который разработал для нее оригинальное спускоподъемное устройство, которое находится вот за этой крышкой. Изобретение молодого корабела было отмечено его первым авторским свидетельством. Мы сейчас будем подниматься наверх и покажем вам капитанскую рубку и там всякие радиолокационные антенны и так далее. Да, выйти с темноты-то на яркий свет, немножко глаза там обаудевают. А, да. Чтобы подняться наверх, нам все равно пришлось обратно идти в темноту. И вот, наконец-то уже по такой аутентичной лестнице, которая уже принадлежит чисто кораблю, мы поднялись на уровне выше. Аромат здесь такой сырой древесины, но он какой-то уже более родной, мне кажется, более такой корабельный. И здесь уже видна старая покраска, старое оборудование, то есть все не так, ну не то, что не так сильно распилено, здесь хотя бы сохранена панировка. Конечно, ценное оборудование превращено в хлам, но это никогда никого не удивляло. Удивляло, наоборот, когда что-то остается живым и целым. Запас прочности, который вкладывался в проводку, конечно, поражает. То есть я так понимаю, что это розетка какая-нибудь, и посмотрите, какой толстый кабель в броне. Короче, проводка толщиной с палец. Это жесть. Барахло, барахло, барахлишечка. Двери, выгородка ТЛФС. Выгородка. Вызывная система ТЛФС. Выгородка ТЛГС. Ну я так понимаю, что ТЛГС, что ТЛФС из себя на данный момент представляет такие вот раздолбанные блоки. Второпластовые, мои любимые проводочки, изоляция которых не усаживается, не съеживается, не плавится, когда ее паяешь. Зачищать только иногда немножко проблематично. Нужна некоторая сноровочка, но это не проблема. Из потолка виднеются остатки бронированных, точнее, кронированных кабелей. Кто-то, да, здесь заработал энное количество деревянных рублей на сдаче цветного металлолома. А здесь кто-то вообще пытался подключиться. Забавно. Причем возникает ощущение, что болгаркой или чем-то там вначале пилили эти кабели, потом кабели обжигали, а потом и саму болгарку тоже сдали в металлолом. То есть, что обломываться-то? Короче, ребят, такая вот мастерская, от которой остались ложки-доножки. Теперь это демон... не демон... точнее, как-то демонтажное мясо-цыпленка. Каждая дверь подписана довольно-таки специфически. Эти цифры называются боевой номер. Для исключения беспорядка за каждым матросом, старшиной или мичманом закреплено свое оборудование, боевые номера которого совпадают с боевым номером служащего. Боевой номер расшифровывается следующим образом. Первая цифра означает номер боевой части. Цифра 4 говорит о том, что это боевая часть связи. Потом идет номер боевого поста. В нашем случае тут пост 1 и 7. Потом идет номер боевой смены 2 и 3. И последняя цифра это номер служащих в боевой смене. То есть, за этой дверью находилось что-то связанное со связью. Было организовано два поста, которые обслуживались первыми номерами второй и третий боевых смен. Энное количество уладков для яиц. Правильно, кушать-то надо тоже что-то. О, какие знакомые вещи. Внимание, фортепиано. Блин, ребята, кстати, красиво. Кстати, 4 года назад он работал. Не дано тебе сыграть собачий вальс? Да. На самом деле здесь как-то настроение становится немножко повеселее, потому что, во-первых, светит солнце, во-вторых, отделка деревом, такая тоже немножко солнечная, она как-то повышает, повышает настрой, реально. Петр Первый на своем ботике. Серп и молот, звезды, причем сделано тоже разными видами дерева, что ли, или просто обработка как-то сделана. В общем, да, серп и молот для многих сейчас это почему-то бомбежный какой-то символ в Советский Союз. Тем не менее, это было круто. Приборы, схема электричества, функционирование, питание, защита 400 Гц. И вот все, пожалуйста, и килька. А за окошком то ли жизнь, то ли не жизнь, ничего, движухи никакой нету, какое-то помещение, которое под склады сдается. а мы тут ходим, бродим, любуемся. Камбус. Ну, а по сухопутному кухня. И повар не может нормально готовить, если он не женщина. Да, короче, женщина. Без женщин никуда. Тогда еда будет немного вкуснее. Немного, а может много, знать. Плита электрическая, четверкомфорочная. Рукомойник 80 уровня. Просто реально похож как рукомойник. Серж, ну-ка встань-ка рядом. Так даже не особо понятно, но в общем, короче, он большой. О, это кот. Ой, это за кота. Почувствуй себя кэпом. Мне только не хватает без козырочки и трубки. Крещи МШа. Отдать швартовые. Как авианосец мне в бухту попыли. Плывем. Короче, нехорошие люди под названием пи***сы разбили тут нахрен все оборудование. Раньше, говорят, тут все, конечно, было живо, цело, орел. Сейчас. Как же, чтобы не пойти мимо, не пройти мимо, не разбить стекло, не выдернуть, не вывернуть стрелку указывающую. В общем, не знаю, в чем, руководствуются сии персонажи. Я категорически против этого. В любом случае, на данный момент, 2015 год, февраль, так выглядит капитанская рубка. Большое количество приборов раздестроенных. А это я даже не знаю, что какой-нибудь радар, наверное, раньше был. Интересные перископы, оптика. Серж так же говорит, что можно было раньше посмотреть в нее, но сейчас, к сожалению, смотреть больше особо некуда. Потому что разбили линзы тут и там. Да-да-да, смолочи. О, небольшой эксперимент. Беру фонарем, свечу куда-то туда, и вот оно виднеется. здесь свет этого самого фонаря в другом глазе не виднеется. При переключении на N поставить увеличение 12x. Главное, здесь смотришь, там что-то меняется. Таблица специальных сигналов согласна соглашении по предотвращению инцидентов на море между, ну, грубо говоря, некоторыми странами НАТО и нашими. Еще меня интересует, что вот это такое? Ну, это что-то такое тоже мощненькое. Эта мощненькая является реактивной бомбовой установкой РБУ-6000. Предназначена она для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. После получения информации о местоположении подводки от гидроакустических средств обнаружения и целеноведения, из 12 стволов РБУ-6000 за 6 секунд вылетает 12 глубинных бомб, летящих на расстояние до 5 км, и взрывающихся либо при касании с целью, либо на определенной заданной ранней глубине. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что работа РБУ-6000 выглядит весьма и весьма эффектно. Глубина метр такой до километра. Скорость 1500 метров в секунду. Это, видимо, скорость распространения звуковой волны в водной среде. А вот перископ, который немножко чуть более полно сохранился, то есть видно такой набладашничек, можно примкнуть, чтобы боковой свет не попадал и не мешал смотреть. А над нами тут ходит. Можно даже вращать этот перископ, благо тут ничего еще заржавить не успело, поэтому смотришь и палишь чок-чок. Ищешь чопа. Да-да-да. Где-то, где-то смотришь. У меня здесь нету, я вообще не забываюсь, не палиюсь. Как все-таки я люблю, когда мне грамотно и качественно объясняют различные непонятные мне вещи. Пока я тут ходил и мыкал-пэкал соображал, что для чего нужно, пришли два человека, один из которых служил на эсминце боевом, и он сказал, что чувак, ты ничего не знаешь, ну, конечно, он так не сказал, он рассказал о назначении некоторого оборудования, находящегося здесь. Поэтому, пока я это все дело не забыл, сейчас постараюсь вам пересказать. Первым делом, первая моя догадка о том, что это радар была верна, это действительно радар, что едем дальше, значит, собственно, место рулевого, я пока следил, я все-таки тепловозник, поэтому мне морские вот эти все названия немножко чужды, поэтому пересказываю, говорю, реально, пока помню. Да, рулевой здесь стоял, здесь следил за всем делом. Это был компас. Как сказали ребята, компас этот магнитный на корабле одна из самых дорогостоящих систем, поэтому снимается первым делом, поэтому здесь мы на данный момент не видим ничего, кроме какого-то проводочка и разъема. Извиняюсь. Дальше, это управление ходом корабля, соответственно, управление раздельное каждым винтом, соответственно, можно хоть на месте, если Сердж сейчас на себя потянет, на себя, то, соответственно, можно как на танке развернуться на месте, ну, можно как бы чисто назад, чисто вперед и так далее. То есть, управление ходом осуществляется как регулировкой вращения винтов, так же и изменением положения альеронов путем вращения этого самого руля. Системы дублируются, поэтому здесь раньше были рукоятки переключения, можно было также отсюда все это дело изменить. собственно говоря, стоп, полный назад, полный вперед и так далее, все это дело здесь вы сами видите. Те самые перископы, ну, в принципе, перископ-то я верно сказал, но называется оно перископная система. Перископная система раз, перископная система два, которая немножечко более целая. Едем дальше. Капитан, сам капитан стоял, ну, как ребята говорят, ориентировочно где-то вот у перископной системы, то есть посередине находится рулевой, там капитан. На заднем плане вот эта вот красная штука, это называется ракеты либо Москит, либо ОСА. Говорят, два типа применялось, но суть их одна и та же, это ракеты воздух-воздух, ну, понятно, для поражения воздушных целей. На кораблях проекта 1135 применяется двухбалочный зенитно-ракетный комплекс ОСА-М. Это корабельный аналог у сухопутного ЗРК ближнего действия ОСА. Предназначен для поражения воздушных и морских целей. Принят на вооружение в 1973 году. Дальность действия ЗРК 9 км. Ограничение по высоте 5 км. Ракета одноступенчатая, твердотопливная. Летит со сверхзвуковой скоростью в 500 метров в секунду. Несет 15 кг срывчатого подарка противнику. А вот дальше, видите, там баки 1, расскажу. Это хорошая штука. Очень хорошая. Да, собственно, что откладывать на потом. Расскажу сейчас. Это противолодочный управляемый ракетный комплекс «Метель». Суть его работы довольно интересна. Получив в цели указания от рассказанной мной ранее гидроакустической станции, из спускового контейнера стартовала ракета с прикрепленной к ней торпедой. Дальность полета ракеты до 50 км. В расчетной точке над целью торпеда и, двигаясь по сужающейся спирали, наводится на цель, уничтожая ее. 100 кг взрывчатого вещества несомые торпедой это гарантирует. Я не тоже спущусь. Давай, спускай. Сюда. А, окей. Сейчас, на, соберу. А что, здесь нельзя находиться? Да, конечно, нельзя. Это будет сохраняется. Тем более, это частная собственность. Частная собственность? Да, для кучи. Так, его же распилили уже в хлам просто. Ничего здесь не распилили. Как вы поняли, в самый разгар моего интересного спича пришел Чоп, который нас прогнал. Мне понравилась его фраза, что тут ничего не распилено. Давайте ее еще раз послушаем. Их его же распилили уже в хлам просто. Их его здесь не распилили. В общем, пришлось нам уходить тем же путем, что и пришли. Оказалось, что помимо нас и двух военных моряков была еще одна пара. Видимо, эта вся активность и привлекла Чопа. Короче, стременная на самом деле по факту какая. Чоп не успокоится, пока не выйдут те ребята, которые на эсминце служили. Ребята, конечно, послали его куда подальше, но они находятся где-то в районе РВСок и вылезать оттуда не собираются. Соответственно, Чоп не успокоится, пока не разберется с этими ребятами. Поэтому путь пока нам сюда будет заказан, что есть печалька. В любом случае, надо не туда попасть, потому что я вам не показал самое интересное, а именно боевой информационный центр и не рассказал, что там к чему. Карабкается наш Чопик, карабкается, вон он пошел. Нам стало понятно, что сегодня уже ничего не выйдет, так как Чоп теперь не успокоится долго. И потому мы страдали дурью. Заодно частично отвлекали его от ребят, что остались на корабле. Хорошо, что Чоп не силач, иначе я бы еще раз попал на корабль, только вверх ногами в петле троса. Как ты снимал? У меня же что-то снилось. Жуть! Чем Москва дышит? Просто беда! Короче, мы не оставим это дело так просто, так как Чоп сейчас там все ходит, бегает, ищет этих, точнее, караулит этих двоих чуваков, залезть туда как бы абсолютно без вариантов, поэтому мы, ну пока не имею, я туда точно завтра вернусь, так как надо закончить начатое. Вернусь туда после хлопка. Та-дам! Следующий день, и я снова в капитанской рубке. Да, я довольно настойчивый товарищ, настырный, и если даже меня прогоняют, я всегда возвращаюсь, если мне надо что-то доделать, ну, по мере возможности. Благо, оставался еще один денек в Москве, и поэтому я посвятил время перед отъездом по течению корабля, и досниму, собственно, то, что вам обещал показать. Не так тут много и осталось. Сегодня я нахожусь один, и, конечно, в абсолютном непонимании, сейчас один я тут, или не один, поэтому, конечно, немножечко не по себе, но да и ладно. Не по себе, даже не от того, что страшно не охота приниматься, так как скоро поезд, в общем, я, как всегда, в своем репертуаре, то на работу, то на поезд. Ну да ладно. Мы с вами находимся в боевом информационном центре. В этом месте, в этих помещениях, корабля, ну точнее, это, в принципе, одно помещение, просто разделенное такими стойками с оборудованием, располагаются различные радиолокационные станции, вычислительные машины, в общем, здесь задаются цели ракетам, координаты, выясняется текущая боевая обстановка, наносится на карты, и здесь идет интенсивная мозговая работа. Шла. Сейчас, конечно, уже ничего не идет, и даже работы по выпиливанию благополучно закончились. Просто безумно огромное... Правильно, место, в котором я оказался, называется центральный командный пункт, а боевой информационный пост, или сокращенно БИП, является его составляющей. Некоторые приборы, конечно, абсолютно нестандартные, да, это там непривычные нам вольтметры или амперметры, это вот какие-то отельномеры, это заклинил, заклинил, он тут вроде вращается, где-то я тут видел с приводом шестерня. Видите, такое чувство, что здесь сельсин стоит. Сельсин, это, грубо говоря, там два мотора, они соединены между собой проводами, и вращая один мотор, второй полностью повторяет за ним движение. Когда мы вчера встретили того товарища, который служил на эсминце, он сказал, что он работал конкретно непосредственно вот с этими вот сетками, я не помню, он как-то назвал, к сожалению, он настолько внезапно начал рассказывать, даже не то, что внезапно, мы так заслушались, что, естественно, не возникло чего-то мысли начать его записывать. Когда эта мысль возникла, нас уже благополучно всех согнал ЧОП. Эта карта правильно называется планшетом дальней воздушной обстановки. То есть, этот товарищ получал координаты корабля наносил их на карту, где примерно корабль находится, и таким образом может было визуально, в реальном времени отслеживать текущую обстановку, где свои, где не свои. Параметр маневра, с ними сегментные индикаторы, параметр цели, еще очень большой радар, прям вот очень большой. Есть тут и поменьше, и побольше, очень разнообразных калибров. Из техники кто-то не поленился даже повыпиливать транзисторы. Транзисторы военной приемки, о чем говорит 2Т. Обычные транзисторы, они идут как КТ, кремниевый транзистор. А цифра вначале означает более высокую приемку. Поэтому здесь все качественное, все для надежности. Жгуты здесь собраны даже не просто в косы, а дополнительно закрыты еще в пленке, в ткани различные, чтобы влага не мешала исправной корректной работе устройств. Еще интересная вот такая вот доска вахтенного офицера боевого информационного поста. Ну, то есть, я так понимаю, что этот центр делится на несколько постов. Здесь сидят, там, видимо, кто за картами следит, кто за РЛС следит, кто за чем следит. Что мы можем подчеркнуть отсюда интересного? Во-первых, дата 29 марта 2002 года. Она говорит о том, что Википедия нам не врет. Согласно статье в данном ресурсе корабль был выведен из состава ВМФ в 2003 году. Ну, в принципе, да, пока его туда-сюда таскали, возили, пока все документы улаживали, в принципе, год и прошел. Дальше такие интересные всякие графики. Характер распределения температуры и распространения звука. Режим работы РЭС. Радиоэлектронные средства, что ли? Войга, Чуволга. Донесение первичного обнаружения подводной лодки. Код РО действует сигналы. Я свой самолет. Зрительное познавание. Ну, в общем, понятно, это ему всему учит. Учит не один год. Поэтому военные моряки это отдельная специальность. Штурманская рубка. Давайте сейчас зайдем в нее. Штурманская рубка также нашпигована немножечко оборудованием. Много-много-много переключателей. Почти как в самолете. Это какие-то координаты вычислять. Я вообще без понятия. Есть ли у меня военные моряки в зрителях. Потому как ну, в принципе, не удивлюсь, если есть. Количество подписчиков на канале довольно уже весомое. Поэтому, как всегда, ребята, что не является военной тайной, можете комментировать. С интересом посмотрю и почитаю. Широта, долгота. О, это просто шестереночный рай. Вау! Передаточные отношения. Блин, я тут сейчас залипну точно надолго. Классная тема. А снизу, судя по всему, это все приводилось в движение своими моторами. То есть, все это вращалось и я думаю, что пипец оно жужжало, наверное. Комплект МНК, комплект МНК, эксплуатационная документация, документация дежурного рулевого. Огромное количество этих долбанных паксов, я так понимаю, что это от, наверное, несостоявшегося казино. Они даже немножечко раздражать начинают. Ну и как же без этого-то, е-мое? Ну куда же без этого? Интересно, что вообще здесь? Буа! Обычная карта или необычная какая-то карта. Перед нами показан штурманский стол. На нем раскладывалась карта и с помощью навигационных инструментов типа роликовых и параллелограммных линеек, прокладчиков Хурста и других прокладывался маршрут. Возможно, на кораблях этого проекта прокладка маршрута велась иным способом, но точнее узнать, к сожалению, не удалось. К сожалению, владельцы этого корабля и Чопы, как собаки на сене ни себе и никому, они разгрызают этот корабль, потому что явно это не пришлые люди. Смотрите, сделана времянка, по времянке подключены лампочки. Где-то я там видел, вон она, лампочка, висит. Соответственно, все здесь под нормальным освещением разгрызалось и понятно, что никакого музея, в принципе, не будет. То есть, придется оборудование все завозить заново. То есть, того, что было здесь, на этом корабле аутентичного, ну, практически не осталось. То есть, это уже нельзя назвать оборудованием. Жалкие остатки. Это, конечно, очень печально, очень грустно, что приходится так вот ходить, ныкаться. Все-таки лучше бы это был бы музей или, я даже не знаю, ну, хотя бы пускали сюда нормально поглазеть, если уж не получилось сделать казино. Но, тем не менее, как есть. Кстати, вот у меня антенки над нами. Я сейчас вышел из рубки. Наверное, пока ветер на улице оттепель. Мне сейчас обратно придется по льду уйти. В общем, я надеюсь, я еще не провалюсь. Поэтому сейчас я залезу повыше, покажу вам под конец, что сверху находится и пойдем вот сюда. Могу предположить, что это была радиорубка по огромному количеству закладных под кабели, фидеры, большому количеству вот таких вот остатков кабельной, кабельных линий, выходящих отсюда. Ну и плюс над нами находятся те самые антенны, сигнал, который принимался с них и подавался на них, в том числе должен был где-то здесь собираться воедино и потом уже отправляться на те же самые вычислительные центры, ну и другие приемники, передатчики. Поэтому здесь, скорее всего, было антенно-фидерное хозяйство. Наверх отсюда ниоткуда не выбраться, поэтому сейчас вылезу наружу и полезу уже снаружи наверх. Я таки залез на радарно-антенный комплекс, блин, это не очень приятно на самом деле, потому что оттепель сверху чего-то такое моросит, поэтому немножечко скользковато все. Не рекомендую вам, если что, лазить в такую погоду по таким местам, где много железа, но тем не менее, вот радарно-антенный комплекс, как я его обозвал, снизу подо мной находится основной массив сторожевого корабля «Тружный». Площадка, на которой я стою, немножечко так проминается, что не добавляет оптимизма. Заметил небольшой нюанс, вот такой вот антенный вибратор, если правильно его называю, похож на тот, который установлен на дуге, ну, по своей форме, естественно, размеры его совершенно другие, намного более маленькие. Удивительно, что меня еще никто не спас снизу, но и, в принципе, хорошо. В общем, не знаю, на что рассчитывал учеб, выпроваживая нас вчера, несмотря на все наши просьбы остаться и немножечко там понаходиться, я все равно сюда вернулся, очень вовремя вернулся, так как оттепель уже грядет весна, то, что вчера было замерзшим, сегодня уже превратилось в лужи, дальше будет только хуже. Я направляюсь на станцию метро Кузская, где у меня лежат вещи, там недалеко, с вами я прощаюсь, надеюсь, вам было интересно, это такая грустная, познавательная история, заодно и сталк по такому вот кораблю. Первый мой поход связанный с объектами ВМФ, я вроде не помню, чтобы я так по кораблям шастал, поэтому, ребят, всем опять до новых встреч, до новых видео, с вами был МШ, лайки, подписки, репосты, все с вас, встретимся, увидимся, удачи вам, пока-пока. На поезд-то я в итоге опоздал, поеду на следующем через несколько часов с Курского вокзала, вот так вот, зато поползу хорошо.